13 часов и 16 минут в Москве. Чингисхан. Чингисхан, знаменитый полководец. Кстати, автор, не автор, вернее, герой многих фильмов, которые выходят в этом году. Уже вышел фильм «Монгол», кстати, Бодрова-старшего. Кстати, этот фильм вчера появился на DVD. Я не успел посмотреть, я его купил, но не успел посмотреть. Да, вы говорили. Но это начальный период. В феврале 2008 года выходит фильм «По завету Чингисхана», снимающимся якутским кинорежиссёром. Выходит западный фильм «Чингисхан». Есть такой интерес. Японско-монгольский. Японско-монгольский. Но есть интерес к ранней деятельности Чингиса, о которой мы говорили в прошлой передаче. Авторы специально сосредотачиваются на этой части его жизни, потому что вторая, она ужасна. Та, которая будет нашим сюжетом сегодня. И когда я сразу так репликой непосредственно сказала, к сожалению, мы две части посвятили именно этому персонажу, я была, пожалуй, не права. Даже хорошо. Потому что мне хотелось бы провести, чтобы мы с вами провели линию в дебатах с теми режиссёрами, авторами книг, которые вольно-невольно, сознательно-несознательно, в разной мере, но его приукрашивают, а когда-то и идеализируют. И это происходит на фоне очень серьёзных научных изысканий, посвящённых Чингисхану, где никакой идеализации совершенно нет. Есть дебаты, есть разные научные точки зрения. Потому что, конечно, след в истории кровавый, но очень яркий. Но и очень кровавый. И, в сущности, идеализировать эту фигуру, по-моему, невозможно. Пожалуй, в конце я к этой мысли вернусь и постараюсь подтвердить фактами и словами самого Чингисхана, которые до нас источники донесли. Но когда же этот самый трепетный и гонимый юноша из неполной семьи, из тяжелодетства... Вошёл в другое состояние. Вошёл в другое кровожадное состояние. — Подготовительный этап. Это 1189 год, когда Тимуджин был избран ханом. Сколько ему лет? Если он родился или в 55-м, или в 62-м... — Ну, 27-28 лет. — Он достаточно молод. Да, это зрелый муж. Но молодой ещё. Он избран ханом. Его окружение, знатные представители знатных родов монгольских, ещё не всех, ещё не всей Монголии, большой части, признали его ханом. В то время как, некоторое время перед этим, этот институт как бы умер. Монголы отказались от понятия хан над всеми стоящей выше... Все вожди, мол, равны. И был жив ещё сын последнего хана из этого ханского рода. Сын последнего хана Хутулы, Алтан, и многие другие родственники. И вот всё-таки большая группа знатных, знати, признала именно этого человека, Тимуджина. Процедура избрания была очень простой, нормально варварской, вполне вписывающейся, в общем-то, в общий исторический контекст. Эти вожди подняли его на кашме над собой, произнося при этом всяческие вполне варварские заклинания. Что клянутся, обещают при разделе добычи выделять ему очень хорошую долю, очень хороший кусок. Клянутся быть верными, следовать за ним. Вот эти варварские обычные клятвы и поднятие над собой, что было принято, например, и у германцев. Хлодвиг, когда в VI веке, в конце V века провозглашается германцами, франками, своим единым вождём-правителем. Затем будет называться он и королём. Они тоже его поднимают над собой. Только здесь вот кошмар. И так, вроде бы, обычная такая процедура, но она его возвышает и выделяет. Почему именно его? Несколько резонов. Ну, во-первых, он родственник этого ханского рода. Но есть более близкие родственники, повторяю, выбрали его. Удачливый предводитель. Удачливый и чрезвычайно, беспощадно, невероятно жестокий, уже прослаившийся своей жестокостью, последовательный, которое у этого варварского окружения вызывает одобрение. Его главный соперник, второй претендент на ханское положение, его друг и побратим Джамуха, при этом из простых. Побратим, но побратим. Его друг и побратим, которого Чингисхан убьёт. Он всех убьёт. И тех родственников хана, которые оставались, под разными предлогами постепенно, одного за другим, явно и неявно, за измены точные и неточные, он будет истреблять. И ещё я в прошлый раз говорил, напомню, его низко возвысило то, что он получил от китайского императора должность Джао Тао, пограничного чиновника, военачальника, прославившись уже в глазах вот этого китайского правительства беспощадным истреблением татар. Он завершит это истребление позже, но он уже начал. Считало, что татары отравили его отца. И здесь уж под флагом этой непримиримости он проявил себя замечательно, в кавычках. Во всяком случае, когда татары были побеждены, был приказ Чингисхана убивать всех мужчин, которые выше ростом, чем ось колеса. То есть живых остались двух-трёхлетние мальчики, не старше. Вот эта ось колеса, вот эта применённая им жестокость, она уже его как-то выделила. А варварский мир, к тому же мир кочевой, он одобряет вот это. Это их привлекает. Это делает такого лидера как бы надёжным заступником. Когда он победил в скором времени относительно скором Джамуху, своего соперника, была применена такая жестокость, которая даже этих варваров несколько сразила. Вот в зарубежном фильме есть этот сюжет. Было приказано сварить пленников в 70 котлах. И в науке специалисты очень серьёзно спорят, кто сварил пленников. Джамуха, который сначала победил в первом сражении, или Чингисхан во втором сражении. Ну, спор, наверное, до конца никогда не будет разрешён. Но он говорит о том, какая вот эта мера жестокости царила в этом мире, и с какого старта начинаются знаменитые завоевания Чингисхана. И говоря ещё о мотивах выдвижения, которое продолжилось, и в 1206 году Курултай, большое собрание, в год Барса, представителей всех монгольских племён, избрал Чингисхана главой всех монголов. Избранное имя Чингис, по-видимому, толкуется как океан. Вот он как океан. Но откуда они вообще могли знать океан? Вот слышали, что есть вот такая сила. Что-то безбрежное, да. Такая сила, да, безграничный океан. Ну, второе есть толкование, избранник неба. Сам Чингисхан предпочитал называть себя избранником неба. И светлого духа Тенгри, их божества, в которого они верили. И вот на этом Курултае 1206 года, он становится главой всех монгольских племён, у него утверждается такое за ним белое знамя с серым кречетом изображением. И океан зла начинается. Вот среди мотивов выдвижения, того, что монголы вернулись к ханской должности, у меня есть такая вот мысль для размышлений. Та непримиримая вражда, которая вообще характерна для такой стадии развития, межплеменная, она у монгол в это время достигла такой меры вот этого озверения жестокости, что на каком-то общем племенном интуитивном уровне, вероятно, появился страх самоистребления. И нужен бы лучше признать какого-то начальника, а точнее лидера над собой, чем погибнуть в этом самоистреблении. Ну, во всяком случае, категорически утверждать это трудно, но это стартовая площадка признания его лидерства для его завоеваний. Я вот сначала просто перечислю объекты завоеваний, потому что они производят сильное впечатление. 1207 год. Племена в верховьях реки Енисей. Целая группа племен. Там найманы, кераиты, меркиты. 1209 год. Уйгуры в восточном Туркестане. Гораздо более продвинутые по пути цивилизации, владеющие письменностью. Уйгуры на этом уйгурском языке писались, на монгольском языке, но уйгурскими буквами писались документы в эпоху Чингисхана. 1211 год. Начинаются войны с Китаем, великой, огромной империей. Через пустыню Гоби двигаются туда, и вот эти... Вот течет вот этот океан монгольских войск. По дороге все уничтожая, об этом я еще скажу. 1215. Важнейший момент войн с Китаем, взятие Пекина. Жесточайшее событие, о котором сохранились документы. Уничтожено, ну, для примера, только скажу, 90 городов. Пекин горел месяц. 1218. Начало наступления на Среднюю Азию с берегов Иртыша. Пали Бухара, Самарканд, Ургенч, Хорезм. Пали и фактически уничтожены. Хорезмшах, правитель Хорезма, гонимый бесконечно преследуемым монголами, был загнан в угол и погиб на каком-то острове. 1220 год. Северный Иран, Закавказье, Крым. 1223. Монголы уже при Чингисхане, еще на реке Калка, уже в Европе. 1220. С русскими князьями там столкнулись. 1200. С исполовцами. 26-27 годы. Уничтожено государство Тангутов, Сися, китайское государство. И там на время утвердилась монгольская династия. То есть до Инда, до реки Инда дошли некоторые отряды монгольские Чингисхана. То есть масштаб, конечно, колоссальный. И в памяти человечества даже само это, само по себе оставило такое впечатление. Как говорят иногда, впечатляет. Ну, кстати, очень интересно. Последние два месяца многие наши коллеги из средств массовой информации российских радостно сообщают, что в республике Тыва обнаружен дворец Чингисхана и чуть ли не могила. Не могила, конечно. Могила секречена была современниками. Да. Но вот дворец это просто счастье для нас. Это радость. Это радость, безусловно. Какое-то нездоровое, болезненное тяготение к символу силы, успешности, вот такой основанной на насилии, оно очень пугает в современном мире. Оно есть, но оно должно нормально мыслящего, нормально развитого человека с какой-то нравственной природой, должно смущать и оценки надо корректировать. Нельзя не признать, что это громадное завоевание, но надо помнить и как они происходили. Ну, вот некоторые факты из истории войн Чингисхана в Китае. Историческая дорога из Монголии в Китай, на ней стоял город Хуалай. Очень крупный центр, очень существенный в этой торговой дороге. Отмечается современниками, что много лет после его взятия территория примерно в 15 километров была покрыта человеческими костями. То есть, уничтожение людей, это не решение, связанное с какой-то ситуацией. Это норматив для этих завоеваний. И если время от времени Чингисхан лично, лично обещал кого-то пощадить, например, жителей какого-то города, и предлагал им, ну, парламентеры предлагали, выйти за пределы города, и вы будете живы. Они выходили, и их тут же истребляли. Постепенно это стало известным, и никто уже на такие предложения не отвлекался, предпочитая умереть в бою. Город Дзинань. Очень много описан в источниках. Арабских, китайских. Крупный город 13 века. Что описывают люди, побывавшие там? Фонтаны, озера с прекрасными цветками лотоса, огромные парки, скульптуры, знаменитая гора Тысячи Бут. Это извояния, созданные в 7 веке. Все под нож. Как отмечают современники их, в их репликах коротких, а исследователи развивают эти мысли, Чингисхана, как классического степняка, и его окружение дикарское, город раздражал. Он был ему непонятен, где там по стиску. Значит, враждебный. Да. Где там по стиску? Непонятен, значит, враждебный. Значит, не должен. Но тогда, Наталья Ивановна, я возражу вам, значит, это банальное варварство. Это не что-то из рук... Ну, взяли, сожгли город, там, ремесленников отделили, там, послали во внутреннюю Монголию, остальных продали в рабство. Обычное варварство. Почему вы говорите, что это сверхварварство? Потому что в котлах варили не все людей. Сохранилась гравюра XIII века, написанная, видимо, китайским художником, может быть, арабским. Гравюра называется «Зверство монголов». То есть человек в XIII веке уже дал это название, что есть жестокость, есть война, а есть понятие зверства. На гравюре изображены монгольские воины. Одни несут отрезанные, отрубленные человеческие ноги, другие несут руки. Над костром навертили человеческое тело. При этом монголы не были каннибалами. Случаи каннибализма отмечены были, как у них, так и осажденных, при длительных осадах. И это понятно. Но вот это человеческое тело навертили, это то самое зверство. Жестокая казнь, пытка. Ну, может быть, этот казнимый, обнаженный человек чем-то их особенно раздражил. Нетрудно догадаться чем? Сопротивлением. Наиболее беспощадны были к тем, кто сопротивлялся. Поэтому нормальный уровень зверства, здесь нормальный для ранней ступени цивилизации, для порога цивилизации, был, по-видимому, превзойден. И это говорю не только я, но и художник XIII века. Наталья Ивановна Басовская. Олег нас спрашивает. Вы всё время подчёркиваете какую-то особенную жестокость монголов. Однако, например, Гумилёв специально отмечает, что жестокость монголов ничуть не превышала жестокость крестоноса в то же время, наверное. А уж если вспомнить нейроны или каллиголы, так вообще дикий ужас. Да, видите, бесконечно можно спорить об этом, Алексей Алексеевич. Жестокость есть жестокость, и каллигола был действительно патологически жесток, и нейрон тоже. Но последствия того, что этот варвар повёл за собой орды, их и сосчитать-то было невозможно. И они уничтожили великие достижения культуры, сняли, снесли целые города. Я повторяю, Чингисхану не нравились города. Я просто хочу напомнить, что это не стены, это люди. Он гнал впереди себя, как правило. Опять-таки, у него есть некоторые приёмы военные, я ещё надеюсь успеть о них сказать, но один из них. Впереди войско при штурме города гнали тысячи пленников. Чтобы первыми пали они от стрел от того, как отстреливаются люди из-за городской стены. Эти тысячи, как мясо, вот впереди должны были идти и погибать, становиться просто таким человеческим ковром из трупов, по которому пойдут дальше, потечёт эта лавина. И человеческой жизни стоит совершенно ничего, совершенно ничего, абсолютно ни капельки. Это довольно страшно. Это, да, это состояние на пороге цивилизации. Но состояние у всех, мера вот этого зверства была разной, и это была уже близка к болезненности. Так Гумилёву не ответь. Гумилёв. Романтизировать можно всё. И не зря романтическая поэзия часто очень нравилась представителям фашистских режимов. Потому что романтики, впадая в свои обольщения, в красоты и красивости, а Гумилёву это было свойственно, я не судья, я ему просто констатирую факт, они могут романтизировать то, что по-моему... Это вы Николай Гумилёв, а Лев Николаевич Гумилёв. Лев Николаевич Гумилёв исследователь. Исследователь очень серьёзный. Но он среди прочих своих интересных изысканий, посвящённых гоннам, например, выдвинул концепцию пассионарности, которая достигает определённый народ в определённый момент. Может, монголы были пассионарны? Пассионарны? Да, это и есть. По его версии, это состояние пассионарности. На мой взгляд, я не категорична здесь, потому что не являюсь узким специалистом, но очень внимательно, как историк, над этим думала. Концепция пассионарности очень недалека от развития этой мысли до идеологии, которая близка к фашизму. Я не принимаю этой пассионарности, потому что объяснения её, они не научно-исторические, они уже этнопсихические, что ли. А это всегда, по-моему, почва достаточно зыбкая и опасная. Но давайте для того, чтобы даже сомневающиеся наши слушатели, очень хорошо, что они сомневаются, что они спорят. Но пусть тоже они знают кое-какие дополнительные факты. Итак, Дзинань уничтожен. Вместе с фонтанами, озёрами, буддами, которых извояли в 7 веке, в штурм тот самый был, поначалу вообще трудно было очень штурмовать крепости, но потом монголы научились, прежде всего, с помощью вот этой горы мяса, которым они считали пленников. В 1214 он осадил Пекин. Пекин был прекрасно укреплённой мощной крепостью. Длина крепостных стен города составляла 43 километра. Мощные башни. И он понимал, что взять этот город с лёту будет трудно. Тогда, вот опять о натуре Чингисхана, он предложил этому городу представить огромный выкуп. И выкуп был дан. Колоссальный. Потребовал выкуп, взял золото, серебро, там тоннами, 500 мальчиков, 500 девочек, 3000 лошадей. Снял осаду. И ровно через год вернулся, забыв про весь этот выкуп, был взят год назад. И через год страшный штурм, после которого город горел на протяжении месяца. Посол Хорезм Шаха Мухаммеда был очевидцем этих событий. Вот что он написал. Кости убитых образовали горы. Почва стала жирной от человеческой плоти. И гниющие повсюду тела вызывали болезни, от которых некоторые из нашего посольства умерли. 60 тысяч девушек бросились с крепостных стен, чтобы избегнуть рук монголов. Вот ответ на те сомнения, которые выражают слушатели, видели, что даже современники, видевшие жестокую жизнь, кровавую жизнь, много войн, они видели здесь какое-то превышение меры, необъяснимой, трудноуловимой. Но она им здесь виделась. Стоит ли так уж верить средневековому художнику, спрашивает наш слушатель? Я не могу отвечать категорически, но скажу, что я об этом думаю. Дело в том, что сфантазировать ту картинку, которую я разглядывал, очень внимательно трудно. Я очень хорошо знаю средневековую живопись, миниатюры средневековья европейские. Аналогов нет. То есть срисовать с кого-то не мог. Возможно, что-то подобное, жестокости крайние были и в древнем Китае, в гораздо более древний период, потому что о тех самых котлах с пленниками кто-то приписывает это древнему Китаю, но не категорически. И для того, чтобы вот это нарисовать, надо было либо знать какую-то такую традицию, она мне неизвестна, либо увидеть и назвать это зверство монголов. Но категорически верить нельзя ни одному историческому источнику. Всегда надо относиться к ним критически, сопоставлять их данные. Это называется критика источника. И вот сопоставить данные и сведения, которые сообщает посол Хорезм-Шаха, художник, нарисовавший эту гравюру, еще один исследователь, очевидец, арабский писатель, вот что он пишет о Чингисхане, который двинулся дальше на завоевание Хорезма. Посол пересказывает речь, которую произнес Чингисхан, она была записана и отправлена Хорезм-Шаху как письмо. «Я знаю о могуществе и величине твоего государства», – пишет, диктует Чингисхан. «Я очень хочу жить с тобой в мире. Ты был бы мне самым дорогим сыном». Все ясно. Со своей стороны ты не можешь не знать, что я завоевал Северный Китай и склонил к покорности все племена Севера. У него уже развивается осознание собственного величия, собственной жестокости как нормы. Приказ убить всех для него совершенно нормативен. И вот он двигается, скажем, на запад в Хорезм. Что такое Хорезм тогда? Территория к югу от Аральского моря, которая с начала X века добилась независимости от арабов, аббасидов, и примерные территории Туркестан, Афганистан, Иран. Султан Мухаммед, который на троне был 20 лет, уже не молод, и вот он получает это письмо. Что Чингисхан, дикий монгол, зовет его в сыновья, то есть дело безнадежно, никаких равноправных отношений быть не может, но все-таки начинается с дипломатии, а затем беспощадная, столь же истребительная война. Уничтожать все. Вот об уничтожении Бухары. Арабский историк Ибн Алясир. Это был ужасный день. Отовсюду слышались рыдания мужчин, женщин и детей, разделенных на веки монголами. Варвары бесчестили женщин прямо на глазах у этих несчастных, которые в своей беспомощности могли только плакать. Многие зрелищу этого ужаса предпочитали смерть. То есть картины, сочиненные ни одним источником, ни один художник написал миниатюру, вот арабский историк, вот харизмийский посол. И раз они стекаются в какое-то относительно единое русло, мы должны сказать, что не слепая вера, но реальное взвешенное предположение, что это была очень жестокая политика, мы такое предположение пустить можем. И еще очень интересны, глуховатые, но сведения современников о том, что у него начались легкие разногласия с его старшим сыном Джочи, тем самым, который может быть из меркидского тоже рода, плод похищения у матери или плод Чингисхана. Но все-таки Чингисхан его растил как сына, его вот мать Ойлун признала, жена аборта его растит как сына. Начались некоторые мягкие очень, ну, других разногласий с Чингисханом быть не могло. Джочи стал высказывать сомнения в целесообразности истребления всего. Не то, чтобы гуманизм сомневался, что он у него мог быть, а сомнения в целесообразности. Ну, дело в том еще, что у Джочи эти города, харизм за это царство было его улусом, его было как бы... И он не хотел, чтобы разоряли уже его как бы еще не завоеванную территорию. Да, ему предстояло там править. Да зачем же мне это? И он рационально. На пустыне, да. Но это было отцом отвергнуто категорически и чуть не привело к полному разрыву, а потом, когда Джочи или Джочи, по-разному эта транскрипция вещь тонкая, когда он довольно внезапно молодым умер, поползли всякие разнообразные слухи. Отравленная стрела, эпидемия, инфекция. Но недовольство Чингисхана вполне приводило, как правило, к смерти тех, кто это недовольство вызывал. Мы только напомним, что... Доказать это невозможно. Мы только напомним, что Джочи был отцом Батыя, хана Бату. И он к нашей истории, так сказать, имеет некое родственное отношение. Наверное, надо сказать о других каких-то вот объективных сторонах. Вот я сказал, что океан зла все-таки под ним, как я полагаю, есть реальная подоснова при всем критическом отношении к источникам. Много пишут о военном, скажем, искусстве Чингисхана. Вот давайте на этом остановимся. Есть специалисты на Западе, английская монография очень хорошая, во Франции этим занимались. Очень интересно показано, что в каком-то смысле можно говорить, что он развивал и совершенствовал тактику своих завоеваний. Если поначалу он приказывал штурмовать, конница штурмовать крепости, что-то знакомое тут есть, бросим конников на танки, то он быстро понял, что это бессмысленное занятие, пересмотрел и совершенно никогда больше конницу не посылал брать крепости. Разработал применение осадных орудий, на которых работали всегда пленные. Всегда пленники, беспомощные, безнадежные, смертники, безусловные, копали всякие подкопы, площадку для этих осадных орудий, толкали их вперед, зная, что они все погибнут. Стал применять разведку, то, что потом назовут разведку, с переодеванием своих людей, которые проникают в стан соперников, особенно если он воюет против тоже восточных племен, то прикрыться и укрыться, притвориться кем-то всегда можно. Монгольское войско, по мнению специалистов по военному искусству, имело очень большие преимущества по сравнению с цивилизованными странами, например, с тем же Хорезом и Китаем. Какие? Неприхотливость, готовность провести зиму в войлочных юртах, топить лошадиным и верблюжьим навозом, лошади тоже очень неприхотливые, на плохом прокорме они держатся, что цивилизованные народы уже изначально были поставлены как бы в более слабое положение, в столкновении вот с такой огромной силой, бесчисленной. И, наконец, применение выжженной тактики выжженной земли, известная у многих завоевателей и других времен, но у монголов это было в абсолютно буквальном смысле слова, в самом прямом смысле слова. Вот Пекин, который горел месяц, сжечь совсем, лишь в самом конце жизни он, видимо, начал несколько сомневаться, когда занялся и некоторым обустройством своей колоссальной империи. Я бегло упоминала об этом в самом начале нашей первой передачи, что он вошел все-таки в историю не только как завоеватель, но как устроитель объединенных вот этих монгольских племен, ну, скажем, империи. Что он сделал? Ему приписывают, видимо, не в основании, совершенно справедливо, приказ о создании таких яса, записанных... Чингизовой ясы. Да, Чингизовой ясы. Запись обычного права. Что это означало? Ну, русская правда, монгольская правда. Она, к тому же, содержала эту запись... Во-первых, он провел территориальное административное деление своего необъятного, назовем государство более или менее. Он был разделен... Территория была разделена на 95 военно-административных районов. Тысяча, главная единица. Что такое тысяча? Территория, выставляющая тысячу всадников. То есть, вообще, административное деление и все обустройство было направлено на организацию войны. Война, как все-таки самое главное, чуть ли не единственное. Дело, которое он видел как созидательное, как вот это создание, объединение всего мира под эгидой его, такого великого, к чему это в конце жизни привело, я сейчас еще успею сказать. Итак, это государство, работающее, организованное относительно государства на войну. Оно знало 16 служб, были созданы при Чингисхане. Экономические, прежде всего, снабжение двора, военно-политическое, военно-простите, полицейское, 10 тысяч, его личная гвардия. Сокольничья охоту любил. Охоту любил. Департамент Сокольничья охоты. Да, это настолько любил, дважды падал незадолго до смерти с коня на охоте, что, как говорят, ускорило его смерть. Местная власть. Темники, тысячники, сотники, десятские. Все понятно, из их названий ясно, что это те самые руководители военных подразделений. Они же и местная власть на местах, которые, ну, относительно мирные вопросы решает. Повелел в конце жизни знатным юношам изучать уйгурскую письменность. Для того, чтобы дело производства можно было вести в письменной форме, вот эти уйгуры, европеоиды на территории Китая когда-то прежде входили, их предки входили в гуннский военно-племенной союз. То есть, в начале своего пути он совершенно отвергал вот эти все дары цивилизации, как и города, и письменность. Жечь все. Это все не надо. Взять то, что называется ценным, это золото, пленники, серебро, посуда, драгоценности, а все остальное в огонь. Но, конечно, он менялся. Жизнь меняет каждого человека. Даже такого чудовищного по структуре личности, каким был Чингисхан. Почему я все-таки смею говорить чудовищный? Я прочту еще один маленький отрывочек из источников, из арабского тоже источника, они напрямую не воевали, где пересказано такое его, ну, я бы сказала, кредо. Чингисхан не знал этого слова, но он по смыслу выразил то, что потом назвали символом веры или кредо. «Самая большая радость для мужчины, излагает он, это побеждать врагов, кнать их перед собой, отнимать у них имущество, видеть, как плачут их близкие, ездить на их лошадях, сжимать в своих объятиях их дочерей и жен». Ну, вот это кредо. И оно, конечно, говорит о том, что становление цивилизации вот здесь с центром в областях внутренней Монголии и вообще среди кочевых обитателей кто-то применяет выражение цивилизации кочевников, а кто-то его это выражение отвергает совершенно, что все-таки это вещи несовместные. Но это спор о словах. На самом деле ведь и кочевники менялись и объективно двигались к цивилизации. И рано или поздно пришли к ней по-разному, в разных формах, но пришли. Вот этот путь, он был более мучительным. Вот упомянули крестоносцев, не без оснований, что они тоже проявляли жестокости, проявляли жестокости, грабили храмы, подчас даже христиане христианские храмы. Это было, например, во время четвертого крестового похода в начале 13 века. Но масштаб, во-первых, несопоставим, во-вторых, совершенно несопоставим. Ну, разграбили часть церквей в Константинополе. Во-вторых, все-таки правила войны, в том числе некие рыцарские правила войны, у них уже были выработаны и в целом действовали. И когда случалось вот это нарушение, вроде разграбления церкви, то можно было пожаловаться, можно было пожаловаться королю. И если это был папе римскому, епископу, а если это был король какой-нибудь убежденный крестоносец, например, в 13, том же 13 веке, как Людовик IX святой во Франции, то обязательно встретить его поддержку. Он обязательно бы наказал виноватых. А здесь другое. Здесь это норма, это принцип, норматив, который не то что не скрывается, а нет никаких, по мысли того же Чингисхана, никаких резонов это скрывать. Это красиво, это прекрасно сжимать. в объятиях жен, и чтобы мужья это видели. Это прекрасно, гнать перед собой этих врагов, ну, волочь их на канате, привязать к хвосту лошади. Все это известно. Это прекрасно. Чем это объяснить? Абсолютно далекое от какого-либо расового объяснения истории, я категорически хотел, чтобы меня в этом не заподозрили. Я хочу сказать, что это, видимо, ну, такое несколько болезненные, мучительные формы, связанные с кочевым образом жизни, их предыдущим. Мне доводилось читать описания гуннов, которые оставили римские историки, какими увидели... Ведь это тоже сродние племена гуннов. Какими римские историки увидели в V веке, в IV веке, это страшные вот это, они называли бич Божий, Атила, это страшную силу, пришедшую с Востока. Да и не только гуннов, германцев, которые до того, как расселились в Западной Римской империи, вели кочевой образ жизни. Какими они их увидели? Вот давайте глазами римлян, не нашими сегодняшними. Они с ужасом пишут о том, что у гуннов нет понятия родина, ибо человек зачат в одном месте, в силу кочевого образа жизни. Потом мать его вынашивала в другом, третьем, четвертом, родила в пятом месте. Он не понимает, что такое родина. Его родина кибитка. Еще что они пишут о гуннах? Что, сидя на своих лошадях, вот этих выносливых, тяжелых, способных переносить всякие тяготы, они, в общем-то, живут на этих лошадях. И римляне с ужасом, и, конечно, тихим отрочением пишут, что они могут и выспаться, сидя на этой лошади, и справить свои необходимые дела, мы понимаем, о чем они говорят. Не слезая с лошади, они могут что-то приобретать, покупать, если подвернулся какой-то торговец, потом изменить свою позу, когда они что-то покупают, они садятся, как римляне пишут, по-женски. Потом снова оседлать коня, и вперед в бой. Итак, кочевой образ жизни, как норма, как тип предцивилизованного развития, имеет некие объективные причины для вот этой большей меры беспощадности к достижениям цивилизации. Понимание, восприятие, допустим, тех же лотосов, плавающих, цветов лотосов, плавающих в озерах китайского города, для этих диких монголов странность, ненужность, извращенность. Извращенность. Не просто излишество, извращенность. И они с удовольствием, небезнаслаждения и губят. Какой был закат жизни нашего персонажа? Который создал империю от Индии до Венгрии, я бы сказал. Как все злодеи, как все тираны. Он после определенного возраста, ну, ближе, там, за 50 лет, начал очень бояться смерти. Все такие вот злотеи, люди, знающие собой злодейство, не было Чингисхана, не было у него понятия христианской морали, современной морали. Но что-то ведь он ощущал, как все такие злодеи и тираны. Он начал страшно бояться смерти. И, несмотря свою неприязнь ко всяким книжникам, к образованным людям, затребовал, чтобы ему доставили то одного китайского мудреца и книжника, который как бы со звездами может пообщаться и что-то предсказать, и на эти звезды повлиять, то другого. И вот к ним-то он впервые в жизни стал при меня проявлять не то, чтобы милосердие, а ту терпимость. Они все оставались в живых, а ведь это уже много. Даоский монах Чан Чунь считалось, что он способен познать тайну бессмертия. Чингисхан приблизил его. Как мы сегодня скажем, создал хорошие условия, но только с одним пунктом обязательным. Категорически запретив Чан Чуню вести с ним беседы о милосердии. Этого Чингисхан не выносил. Он известен, что Бухарин называл Сталина Чингисханом, желая, видимо, ему польстить, доставить удовольствие. И вот удивительно, что здесь где-то опять на уровне подкорки, подсознания Бухарин был из этой же большевистской кампании. То есть, это никак не противопоставление себя, я, мол, великий гуманист Бухарин, а ты злодей, Чингисхан. Не злодей. Ты велик, как Чингисхан, и беспощаден к врагам, как Чингисхан. Умер Чингисхан в последнем походе против государства Сися, китайского, в своем последнем походе. Тибета-берманские племена, тангуты, создали это государство на территории современного Китая. Два раза до этого падают с лошади. Он умер под стенами столицы государства Сися на 66-м году жизни, завещая, умирая, истребить тангутов полностью. Хорошее завещание. Оно было выполнено в меру сил. И его гробница была спрятана, причем Чингисхан боялся, что она будет разорена, именно поэтому, что... Нашлись бы охотники. Нашлись бы, да. Он дал распоряжение, чтобы его могила была засекречена. Засекретили самым простым способом. Те, кто его закапывали, никогда больше никуда не вернулись, остались где-нибудь там же. Банальность. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов банально жил, банально умер, но жесток был не банально.